Приветствую всех! В Job School с вами я, Достан. И в сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о построении слов в английском предложении, так как это очень важно знать, где стоит глагол, где стоит существительное в английском предложении, потому что, в отличие от русского языка, в английском языке структура предложения очень чёткая, и она не меняется. К примеру, в русском языке мы можем сказать «Я люблю тебя», «Я тебя люблю» и так далее. Но в английском только «I love you» и «никак иначе». Кстати, мы сейчас находимся в Японии, в Цукуми. Она находится в Уите, и здесь очень много дельфинов. Обязательно, если у вас будет шанс, приезжайте. Я вам помогу, и мы здесь поплаваем с дельфинами, что очень круто. Обязательно смотрите видео на моём втором канале, где я плаваю с дельфинами. Ещё одна особенность порядка слов в английском предложении состоит в том, что он фиксированный как в утвердительных предложениях, так и в опросительных. Но о вопросах мы поговорим немного позже. А сейчас мы разберём две простые модели. Зная их, вы с лёгкостью научитесь строить предложения в английском. Итак, модель номер один. Первая модель называется SWO. Это аббревиатура от S, subject, подлежащая. V, verb, это сказуемое. И O, object, это дополнение. Прямо как в школе. Ну, давайте пример небольшой. Я тебя люблю, скажем мы по-русски, а по-английски, если переводить дословно, то будет I, you, love. Ну, давайте теперь к этому примеру мы применим нашу модель. И у нас получится S, это subject, тот, кто выполняет действие, это I. Дальше у нас будет V, verb, глагол или сказуемое, это у нас love. И последнее O, это object, то есть тот, над кем выполняется действие. Здесь у нас будет you, и у нас получится I love you, я тебя люблю. Но, конечно же, вы это прекрасно знаете, и пусть это выражение I love you будет для вас примером. Тогда вы научитесь правильно строить предложение. Окей, если мы немного усложним эту модель, то мы воспользуемся более расширенной моделью, которая называется WHO, DOES, WHAT, WHERE, WHEN. Или по-русски, что, где, когда. Давайте попрактикуемся. Итак, первым у нас идет вопрос WHO, кто. Как вы помните, под этим идет подлежащее. Дальше идет у нас вопрос DOES, о нем вы узнаете в следующем выпуске. Он относится к времени PRESENT SIMPLE. А так здесь может быть любое другое сказуемое. И последнее у нас идет вопрос WHAT, то есть что. Тот самый object из предыдущей модели. Дальше идет WHERE, где, уточняется, где происходит это действие. То есть кто делает что где. И последнее WHEN, то есть когда. То, что идет после сказуемого. Очень просто запомнить. Что, где и когда. Надеюсь, вы знаете эту игру. Итак, это была модель номер два. WHO, DOES, WHAT, WHERE, WHEN. Или по-русски, кто делает что где когда. Давайте проверим, как вы запомнили пройденный материал. Вам даны будут три варианта ответа. Вы берете только один, где правильно построено предложение. У вас есть время подумать. Если вы выбрали B, то вы совершенно правы. Поздравляю вас. Есть еще одна модель, которая описывает все аспекты в предложении. Но мы ее разберем в следующем уроке. Вы также обязательно повторите тему, которую мы сегодня разобрали. Практикуйтесь. То есть возьмите какой-то текст и посмотрите, как построено предложение. Также заходите на Instagram JobSchool. В нем мы будем публиковать каждый день видео на разговорные темы. И обязательно подписывайтесь. А мы увидимся завтра. Пока.